Эй, ребятки, с вами Ворода. Добро пожаловать на канал Нинави. У нас продолжение зомби-кризиса и сегодня мы будем делать трансформацию героя и посмотрим, что из этого выйдет. Так, я хочу сделать трансформацию Грейс с трех звезд в четыре звезды. Я подкопил карточек. Окей. Так, и забрасываем сюда вот это вот все, что у меня есть. Так, вот так вот мы сделаем. Хорошо. И давайте посмотрим, что произойдет, когда мы нажмем кнопочку Трансформация. Так, повысили ее на четыре звезды. Получили немного эликсирчиков для улучшения. И, в принципе, получается на этом все. Печально. Нету никакой ни анимации, ничего в этом духе. Я как бы рассчитывал немножко на более красивый вариант, что оно хотя бы на что-то повлияет, будет какое-то изменение. Тем не менее, по параметрам у нее практически ничего не выросло. Единственное, что у нее добавился вот навык и все. А так, в принципе, более ничего не было. И то он добавляется только при разблокировке второго класса. Хорошо. Давайте тогда ее прокачаем. Насколько нам это будет возможно. И отправимся обратно в компанию. Посмотрим, сколько этапов мы сможем пройти сегодня. Так, получаем награды. Ну, нет, в рулеточку не сегодня. Сегодня у нас компания, поэтому делаем поздь и отправляемся на карту. Отлично. Возможно, из-за того, что я байкера-то убрал. Теперь можем не закончить еще с раундом. Байкер-то ушел на рассмотре дрейс. Турик должен тащить. Такова у него. Отлично. Осталось, в принципе, по этому выстрелу. И мы не зря его выкачиваем. Мне нравится его юбовая ульта. Она дамажит сразу же по всем. И сразу же я запускаю следующий поиск. Нужно очень много золота для выкачивания. Потому что персонажей, ну, лорога выкачивать. Особенно, когда у тебя пять персонажей. Так, у меня есть вот новый боец. Это очень схожий персонаж с Грейс. Да, это такие антагонисты. Но суть у них одна и та же. Оба они целители. Поэтому запускаем боевочку. Первые левеларки надо подогнать. Хотя бы по десятому дозу их прокачать. Потому что они получаются просто бесполезные. Ну, кстати, парень у него килет получше, чем Грейс. Как они. Если она не доживет, то она сама себя подкинула немного. Если доживет до его ульта, то он ее должен истрелить. 50 баллов. Ладно. Но это первый левеларки, тем не менее. Так, ну и Рик должен пройти. У него много ульты, поэтому, в принципе, это победа. Хорошо. Так, давайте качнем тогда, наверное, до десятого хотя бы уровня. У меня должно хватить, чтобы прокачать ребят. Так, 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 так. А так экипируем его для начала. И до десятого уровня подгоню. Так. Ну, вот двухзвездочных, конечно, нежелательно было бы качать. А тем не менее... А тем более, однозвездочного. Поэтому однозвездочного точно качать не буду. Двузвездочного, ладно, уже качну. Ну, потому что, ну, тяжело. Три звезды, да. Три звезды можно даже выше поднять. Потому что, ну, мы их будем использовать в любом случае на первоначальных этапах. В дальнейшем, если у нас появится больше 4-5 звезд, то мы их просто заменим. Но на первоначальных этапах это необходимо. Поэтому не вижу в этом ничего плохого. Да, парень с пинтой, он очень плох. Это одна звезда. Он бесполезен, как по мне, вообще. Но, тем не менее, пока он есть, пускай будет. То есть, вот, получается, один бой идет с зонтами, помутируя, в общем, с животными. Следующий бой идет уже с выжившими. И чередуются такие стычки у нас. Так, Крик накопил ульту. Сейчас будет повеселее. Ну, вот видите, немного качнули. Уже лук не идет. Уже более стойкими они стали. То есть, не так быстро нас убивают. Есть шансы. И не забываем, что это уже вторая локация по кампании, которую мы проходим. Запускаем поиск. Вот сейчас должна быть жирная локация. Очень много лута. Можно будет одеть несколько персонажей. Ну, или же заменить на более качественную броню. Так, а если мы вместо него поставим тоже... А, я могу прям 6 персонажей ставить. Да, я не увидел. Пускай будет 2 Грейс. Почему нет? Ну, она 1 уровня. Я ее не планирую опоздать. Ну, типа, она дает немного дамага, но явно не будет. Я вот, кстати, заметил, что Грейс на 19 уровне дает больше дамага, чем Рик на 28. Притом, что у Рика лучше амуниция в несколько раз. Видишь, в любопытный такой момент. И если было 4 звезды изначально, Грейс, но только как-то не было 4. Так, получили победу. Хочу одеть персонажей, насколько там это возможно. Давайте обновим Рику сначала все. Можно получше поставить. Дальше Грейс. Потом идет паренечек. А на паренька уже... А, нет, сланцы есть. Хорошо. И, наверное, вот тебя мы, да? Хорошо. Ну, и тебя тогда, окей. Все, что есть, почему бы не надеть? Ну, на этого ничего нету. Ну, и ладно, бог с ним. Он нам не особо интересен, в принципе. Так, отправляемся в компанию. Продолжаем. Запускаем поиск. Тут у нас осталось всего-то ничего. Несколько этапов. И мы переходим уже на следующую опять локацию. Поехали. Пошла боевочка. Так, хорошо. Но тут враги уже идут 16 уровня. Это уже послушаем. Мне очень много. Смотрю, очень много хп у мобов. То есть пробивается крайне тяжело. Первоуровневая грейса очень хороша, но добилась. Видите, сейчас осталось, там, на тысячку хп. Не нужно тратить всего героя. Грейс добилась. Так, легкая победа, как победит. Великолепно. Посмотрим, кого мы там можем прокачать. Я бы хотел Рика докачать до 30-го. Но у меня не хватает постоянно вот эликсиров. Постоянно у меня не хватает. Ну, а что я сделаю-то? Так, ладно. Здесь, ну, нету смысла качать. Туда-сюда бегать. Уже давайте мы докачаем Рика, правильно? Сейчас, по идее, мы должны подкопить. Тут он нам шапку дает. Давайте заберем. Я думаю, сразу можно Рику поставить. И мы подкопим, в принципе. И будет все окей. Так, и мы его улучшим. И он будет максимального уровня на данный момент, который возможен. Дальше мы его развиваем, получается. И можно будет его дальше прокачивать. Так, запустили поиск. Паш лазера. Ну, тут вот идет алхимик уже какой-то. Скорее всего, он тоже чем-то же бросается. Может быть, какие-то накладывается. У меня этого персонажа нету. Разобраться на этом сложно. Ну, сейчас посмотрим на его тип атаки. Нихрена себе. Ну, я не вижу, что он накладывает линейка или нету какой-то. Сейчас посмотрим, будет минус у вас, кто-то в приходе или нет. Не, не минус у это. Просто... А вот сейчас идет, наверное, отравление. Скорее всего, при таком типе атаки. То есть у них даже два типа атаки, видишь? Ну, они больно дамажат. Если рик-масса у них не добьет, то будет слот. Потому что вот видишь, что они говорят. Прям сильный у них непрятный дамаг у меня на защиту от... У нас зелья такого ничего нету, получается. И... Урон, и он проходит очень больно. Вот мы сейчас грязь не теряем, скорее всего. Не, не потеряли. Хорошо. Все остались. Только передняя линия, получается, умирает. Так, у меня хватает. Я могу до конца улучшить Рика. Давайте это сделаем вместе с вами на стриме. Так, и я могу его развить. Великолепно. Для... Ага, не могу. Для развития нужно 10 тысяч золота и 50 вот такого вот эликсира. Теперь мы знаем, зачем он. У меня, кстати, вот только 52 штучки. Очень мало. Ну, вот крайне мало. При этом за развитием мы видим, что идет повышение вот следующих характеристик. Так, ну... Что, давайте попробуем дофармить золото. И попробуем вместе с вами в этом видеоролике развить Рика. По идее, мне нужно 2-3 кампании вывести. Здесь еще заберем. То, что мы на рыве идем. Так, нет, я не хочу. Дал, ну нет. Ну нет, 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 нет. Отстань. Ну, рано нам туда еще. Мы туда сходим, но в следующем выпуске, правильно? Почему? Мы сейчас туда не будем идти. Нам там нечего делать. Так, тем не менее, картина обостряется, ребят. Уже 18-й левел-а двухмогов. А у меня только 2 персонажа выше этого уровня. То есть мне не надо, что нужно легко прокачиваться, иначе будет все плохо. Потому что даже паренек, который только 17-й левел, и будет тяжело тащить. Ну, вроде как бы мы должны справляться кое-как, но у нас получается. То есть мы выезжаем, получается, только за счет массовости. Вот если бы не наши массовые ульты, либо массовая ульта была бы у врага, то мы бы явно не тащили, а мы бы проигрывали постоянно. Потому что это крайне сложно. Так, сколько у нас? 11 тысяч. Супер. Просто великолепно. Я же говорил, один бой и все. Так, давайте, делаем развитие и смотрим. Посмотрим. Цель достигнута. Великолепно. Так, вот у нас появился класс. Классификация идет уже. Одна из четырех. То есть дальше мне нужно будет докачаться до 10. Ну, еще плюс 10 сделать до 40 уровней. И получается, смогу еще развиваться. Ну, это круто. Что я могу сказать? Это офигенно круто. Оставайтесь со мной, ребята. И мы сделаем это вместе с вами. Всем большое спасибо. Ссылочки на телеграм в описании. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok